Трудные места писания с библейским порталом Экзегет Вот вопрос, который задал один из наших зрителей Как согласовать книгу притчи 17-12 с Евангелием от Матфея, 5 глава 21-22 А если точнее, замечать ли чужую глупость? В книге притчи сказано, синодальный перевод Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью Ну понятно, медведица, лишенная детей, у которых отобрали, детей убили Она разгирена, она просто разнесет в клочки абсолютно любого человека И вообще существо, которое появится у него на пути А вот глупец с его глупостью Я перевел даже немножко иначе, чем глупца Когда дурь в нем бушует Потому что здесь как-то слабовато Ну понятно, нам не нравятся дураки Кому же они нравятся? И мы вроде как должны их избегать Но для того, чтобы их избегать, надо их красными флажками какими-то пометить Мысленно, естественно, а не физически А это значит, говорить о них как о дураках А вот Евангелие от Матфея, 5 глава, 21 стих Вы слышали, что сказано древним, не убивая, кто же убьет, подлежит суду А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду Кто же скажет брату своему, рака, ну, в общем-то, дурак по-арамейски Подлежит Синедриону, Верховному суду А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной То есть вечному наказанию Это что, дети, которые говорят, ты дурак, все подлежат гиене огненной Они это друг другу говорят очень-очень даже легко И как это согласовать? Нет, ну, конечно, мы можем сказать, Ветхий Завет там своя Мораль такая, скорее, знаете, житейская мудрость Вот старики обучают молодых А Новый Завет это гораздо более высокая ступень Здесь уже откровение, здесь уже благодать Здесь уже какие-то другие вещи действуют Но все равно не очень-то согласуется Да, вот избегай глупца И ни в коем случае не говори человеку, что он глуп А с другой стороны, а какая проблема-то даже Если вот не брать расхождение между Ветхим и Новым Заветом Евангелие от Матфея, от Нагорной проповеди Прямо запрещают обзывалки А что такое обзывалки? Когда человеку присваивают ярлык и бросают ему этот ярлык в лицо А книга притчи предупреждает о том, что глупость существует Да, существует глупость, существует подлость Существует очень много других дурных вещей Лучше с ними не сталкиваться, лучше их избегать Но можно ходить в белом плаще и лепить всем на лоб эти ярлыки А вы там такие, 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 такие Вот это Нагорная проповедь запрещает категорически А можно так присматриваться Вот там медведица, лишенная детенышей, не ломится или через кусты Если ломится, лучше отсюда побыстрее уходить Пока она сюда не прибежала Иначе все будет плохо А дурак там не идет в буйстве своей дури Лучше тогда от него держаться подольше Мне кажется, абсолютно никакого противоречия нет То есть плохие вещи существуют Люди, которые ведут себя абсолютно опасно Они существуют Но другое дело, что вот это бесконечное наклеивание ярлыков Сегодня говорят токсичный Он токсичный, она токсичная Вот Нагорная проповедь это крайне не советуют делать Осознавать, что действительно есть вещи, которые неприятны и опасны Их избегать, почему бы нет Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!